доброе утро дорогие друзья всех с добрым с добрым утром бонжур хелло шалом все собираемся на наши ежедневные урок туры изучаем мудрость великую мудрость вообще царя соломона мудрость туры в изложении царя соломона в интерпретации ицхака пентусевича в переинтерпретации вашей же влад косов нас смотрит все я сейчас москве и она шуиншалин салам салам это шалом по-восточному интересно что древние греки они когда переводили тору на греческий язык септудианта да у них был перевод они не выговаривали букву ша у евреев очень много буквы ше в разговоре шалом ирушала им спасибо спасибо вот а греки все переделали все же переделали на с иерусалим моисей и так далее спасибо это же правильно спасибо спасибо по еврейски это будет спасибо греки переделали все с совершенно с моисей моше слышишь из еушуа иисус они назвали а я говорю что спасибо если они переделали все на шена с то по еврейски спасибо это шпашиба шпашиба все шалом всем да все мы продолжаем итак мы находимся в четвертой главе четвертой главе и четвертая глава секундочку чтобы не было видно как раз я как-то неудачно поставил вот так мы сделаем чуть-чуть сдвинул и так значит четвертая глава и мы находимся в отрывке отрывок у нас сейчас я нет вытащили наушник из ухо да значит мы остановились на двадцатом отрывке 20 отрывок значит 20 отрывок говорит нам царь соломон он говорит так мне ли двора и акшива ляма рай от азнэха значит что это значит опять и нас царь соломон у нас вводит в в правильное состояние для обучения по 1 он говорит мне то есть когда кто такой сын хороший сын да вот говорят там сыновья вы для бога всесильного вашего сыновья кто такой сын сын это не тот кто родился сын это тот кто слушает и это очень важно понять что у бога как можно быть у бога сыном да это тот кто слышит слышит бога слушается бога и он живет по заповедям божественным он становится как сын для бога понятно да идея поэтому говорит царь соломон нам он говорит мне сын то есть это то состояние когда ты слушаешь слушаешь ли двора и акшива значит малбин объясняет что к словам моим прислушайся внимай ли акшив это когда ты пытаешься понять вот смотрите любое слово в любое слово да можно войти очень глубоко вот говорит например саша борисенко шаббат шалом да вот он сказал шаббат шалом принципе можно было это пропустить и она идет сейчас идет лента комментариев но можно что такое внимать слова внимать словам ли акшив да вот глагол наиверите ли акшив это глубоко вдуматься и понять если он говорит шаббат шалом значит он знает про шаббат значит он готовится к шаббату значит он помнит о шаббате значит скоро шаббат и так далее да то есть мы можем из одного простого шаббат шалом сделать множество глубоких выводов то есть можно так слушать человека что ты через произнесенные слова ты вникаешь заходишь в глубину прям в его голову то есть ты можешь через слова которые произносятся попытаться понять ты никогда не поймешь что на самом деле он думает но слушать внимательно ты можешь сквозь слова войти в его мыслительную машину и даже он сам иногда они не понимают глубину то есть чек когда что-то выражает у него есть внутри то то что он хочет выразить так вот если ты внимаешь словам да то есть ты прям сквозь слова ты заходишь и пытайся понять глубже что он хочет выразить а он говорит для марай от азнэха скрича моим приклони уха а есть второй способ слушать просто слушать то есть ты слушаешь как бы текст идет текст вот просто давайте быстро расскажем значит сын мой слома и внимая крича моим приклони ухо свое следующий отрывок да не удаляется не от глаз твоих родив внутри сердца твоего то есть можно идти просто ты слышишь слова ты понимаешь их простой простой смысл но ты в них не входишь теперь к словам торы он говорит есть два подхода первый подход это входить глубоко интересно в ешивах изучают тору талмуд изучают есть два два способа изучения есть способ изучения называется бэйюн углубленная они изучают одну страницу месяц месяц они изучают вот одну страницу текста чтобы понять все нюансы то есть идет текст талмуда на талмуд есть комментарии раши был такой мудрец равшлом эйцхаки он жил тысячи лет назад потом справа написаны комментарии тосфот тософот это внуки раши они жили в германии и они дают другой чуть-чуть смысл чем раши и они очень часто спорят на своего дедушку что он дал один смысл они так как они знали весь талмуд тоже они дают второй смысл дальше если мы в конце каждого тома талмуда открываем там есть комментарии риф рабейну ицхаки его звали он жил риф он же рабы на альфасе вызвали из как альфасе он жил в марокко тысячи лет назад дальше идет рож рабы но ашер он жил тысячи лет назад в германии это идут классические комментарии потом идут дальше комментарии следующих поколений комментаторы и изучать талмуд б июн углубленно это значит вот есть текст и изучить все их взгляды как они это понимают почему они друг с другом спорят что то но там такие нюансы глубь глубинные это называется внимать слова а есть называется это изучение быть июд быть июд это быть бати то есть ознакомительное изучение в этом случае ты проходишь страничку за день то есть чем разница и там ты проходишь страницу за месяц а тут ты проходишь страницу за день и ты за месяц можешь пройти 30 страниц а там ты за месяц ты прошел одну страницу но ты в нее вошел углубленно говорит нам 20-м отрывке царь соломон сын он говорит как торе надо подходить ты должен к словам моим прислушиваться глубоко бы июн и И ты должен слова мои преклонять ним ухо, то есть ты должен их слышать и запоминать. Понятно, да? Теперь дальше. 21 отрывок. Пускай они не удаляются, слова Торы, от глаз твоих, и храни их внутри, сохраняя их внутри сердца своего. Теперь смотрите, что получается. Вот мы сейчас 20 минут с утра изучаем Тору. 20 минут с утра мы изучаем Тору, и в эти 20 минут мы как бы пытаемся своим вниманием приспособиться и услышать слова Торы. Это тоже очень тяжело для некоторых, потому что Тора это такая глубокая, абстрактная вещь. А мир окружающий, он деревянный, он манящий, он животный такой. Да, тут пожрать можно, тут что-то двигается, хлеба и зрелищ, тут развлекуха разная и так далее. И мир, он настойчиво, опять же, настойчиво с какой целью? Мир действует с одной целью. Люди в этом мире, они 99,9% они действуют, чтобы получить от других людей деньги. То есть весь мир крутится вокруг хлеба и зрелищ. Так устроен мир уже тысячи лет, люди не меняются. И вот этот вот мир, который заточен на то, чтобы захватить внимание человека и это внимание перевести или на шоу, или на хлеб, или на какие-то мотивы, которые двигают обычным миром. Но это никак не Тора, не духовность. Так вот, получается так. Первое, в 20-м отрывке, сказал царь Соломон. Нужно к словам Торы, то есть нужно внимание в них дать и в них углубляться. То есть потому что только через Тору ты можешь прикоснуться к Богу. Второе, нужно слышать их. То есть нужно заполнить свое восприятие пониманием, как работает мир с точки зрения Торы. То есть с точки зрения того, кто этот мир сотворил, и он этот мир запустил программы Бог. И с его точки зрения, что мы должны в этом мире делать. Дальше. Когда ты их сумел за них зацепиться своим вниманием и их запомнить в свою голову, нужно, чтобы они не удалялись от глаз твоих и чтобы они сохранялись в сердце твоем. Почему? Если ты этого не сделаешь, то твой вот тут же выключается урок Торы и включается лента в Фейсбуке. Лента в Фейсбуке, значит фотографии непонятно кто, непонятно откуда. Они постят фотографии, чтобы привлечь к себе внимание. Потому что их внимание привлекли те люди, которые создавали там вот эти вот хлеба и зрелищ. Да, все эти мировые аттракционы, достопримечательности, фигуры изо льда. Да, смотрите, фигуры изо льда сделали. Это же надо на них посмотреть, а то они растают. А что на них смотреть? Это те же самые фигуры, что были год назад. То есть просто, чтобы люди занимали чем-то свои глаза. Тора нам говорит так. Глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. Если ты хочешь включить себя в какую-то воронку продаж, то есть чтобы твои глаза захватил кто-то и дальше заставил тебя, конкретно заставил тебя делать какие-то набор действий, пожалуйста, отпусти свои глаза. И твои глаза тебя будут, как мы говорим в Шмайсраэль, дважды в день. И не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. То есть как только тебя за глаза зацепили, тут же у тебя сердце захотело. То есть эмоциональная сфера, она идет за глазами. Ты увидел, захотел и дальше ты вынужден это делать. Все, глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают. Так работает реклама. Рекламщики, они говорят, нам надо, чтобы у клиента слюна выделилась, когда он рекламу эту видит. Чтобы он увидел, оп, захотел, все, он наш уже. Дальше пока он не сделает, он уже не успокоится. Ему восемь раз покажи и все. Теперь, значит, царь Соломонов говорит, займи свои глаза Торой. Учи Тору, потом ты ее сохраняй в сердце. Хочешь на что-то смотреть, смотри на природу. Посмотри, какая природа красивая. Что может сравниться с природой? Любуйся цветами, любуйся утками, любуйся, там, я не знаю, деревьями, закат, рассвет. Это ж красота какая вообще, да? Снежинка даже. Вы знаете, снежинтик этих конфигураций бывают. Невероятные конфигурации бывают в снежинтик. 22 отрывок. А что ты тогда получишь? 22 отрывок. Значит, тихоим эм лимоцеем. Жизнь они для тех, кто их найдет. Слова Торы. Улыхольба саром арпе. И для каждого его мяса, его плоти, излечение, исцеление для плоти. Как работает вся система? Вот человек, давайте мы разберем, как работает Тора, да? Вот он увидел Тору. Он их прислушался. Он, получается, их нашел. Тору можно только найти. Она идет не изнутри, она идет снаружи. Потому что это идет от Бога. И это Бог создал, сотворил, сказал. То есть, это человеку непостижимо. Это не человек придумал. Теперь, значит, тот, кто нашел слова Тора и сумел в них проникнуть. Потому что для многих людей это просто закрыто. Они слышат такие. Тора, Бог, непонятно. Мы пойдем лучше Пушкина послушаем. Ну, например, Пушкина, да, понятно. А что Пушкина понятно? Ну, Пушкина, а что? Кто Пушкина не знает? Все типа Пушкина слушают. То есть, для многих людей Тора просто закрыто. Для них духовность, божественность, она для них просто вот... У них планка такая. Не понимаю. Хорошо, значит. Но те, кто нашли, именно здесь используется слово нашли. Они получают через это жизнь. Какую жизнь? Жизнь вечную. Это очень интересная штука, да? То есть, любая другая система в мире, любая другая информация, она человека не ведет к вечной жизни. И даже она не, как сказать, и не берет она на себя даже, как сказать, обещание такое, да? Те, кто обещают вечную жизнь, это все они взяли Тору. Если интересно, есть сейчас в мире такая секта, называется Рафаэлиты. Вот мы можем попросить Влада Косова, он и редактор Воикры, найти статью, погуглить. Статья про секты современности, есть секта такая, Рафаэлиты, их четверть миллиона. Так там что сделал один этот Рафаэль, этот главный, да, что он сделал? Он взял, взял, прочитал Тору и потом говорит, вы знаете, говорит, со мной на контакт вышли инопланетяне. Инопланетяне, которые сотворили мир, их зовут Адо и называют имя Всевышнего Господь, да? То есть, ну, как произносится по, как в Торе написано, потому что, ну, он это кому проповедует? Это он проповедует эту свою секту, там, он, по-моему, в Канаде сейчас живет, канадцам, да? Канадцы Штору не знают. Он взял слова из Торы и говорит, прилетели инопланетяне, инопланетяне, говорят, их зовут Элоким. Назвая второе имя Всевышнего, как в Торе записано. И мне они, говорит, сказали инопланетяне, что я их теперь на Земле, ну, как бы, ставленник. И, значит, он взял всю Тору, перевернул, просто он, как бы, это сказал, что это от инопланетян. Четверть миллиона последователей, да, создал новую какую-то, ну, это секта. То есть, теперь Тора, она нам говорит, что слова Тора, это жизнь для тех, кто их найдет. То есть, Бог, он вечный, создатель. Ну, я не буду сейчас об общей системе говорить, можно найти уроки по книге Рамхаля. Путь Бога, когда-то мы изучали, есть в Ютьюбе мои уроки, мы изучали вместе Путь Бога, книга Рамхаля, где он дает основные понятия, зачем Бог сотворил мир, кто такой человек, что такое душа и так далее. Но фактом является то, что тот, кто нашел слова Торы, то он через них присоединяется к вечной жизни. Теперь, а почему они являются исцелением для плоти? Потому что Тора, в Торе написано, сохраняйте очень ваши души. И идет расшифровка, что значит сохранять. Рамбам, Рамбам был такой мудрец, тысячи лет назад он описал, и есть это все в шоконарухе, в тесушоконарухе, законы, законы, как сохранять свое здоровье. И вся современная медицина, вся современная вот эти здоровый образ жизни, они на 80, на 90 процентов повторяют те законы, те законы, которые сформулировал Рамбам из Торы тысячи лет назад, по тому, как надо хранить свое здоровье. Опять же, если ты живешь по Торе, ты не волнуешься, ты не волнуешься, ты спокоен, у тебя страха нет, ты все знаешь, как воспринимать. А вот последнее, то, что говорит медицина и так далее, что очень много, практически все болезни, это психосоматика. Психосоматика, то есть у человека, если его психика не в порядке, то у него начинаются очень высокие там гормоны стресса внутри, и он весь на стрессе, потому что он все время, у него не сходится в голове, он хочет, чтобы было так, не сходится. Религиозный человек говорит, конечно, не сходится, я то, что я хочу, это всего лишь я, а реальность это Бог. Как я могу против Бога выступать? Реальность это Бог, Бог так захотел, значит, Бог лучше знает, как миром управлять. А я просто принимаю, дальше, нерелигиозный человек говорит, я недоволен, я недоволен, как Бог управляет миром. Религиозный говорит, спасибо Всевышнему, как он вообще все так мудро рассудил, наверное, он для меня что-то еще хорошее приготовил, еще лучше будет, вот завтра и так далее. То есть религиозный человек, он живет без стресса, а если он живет без стресса, то что? У него со здоровьем все отлично. Это очень важный, вот этот подход к жизни, по-настоящему подход Торы, это жить без стресса, вообще, вот все время жить, все время в кайфе, все время в радости, все время в спокойствии. Да, все время в спокойствии. Вот, теперь, значит, и на этом мы давайте сегодня остановимся, или давайте еще один отрывок, да, как раз, в 20 минут было. Значит, 23-й отрывок. Миколь, Миколь, Мишмар, Ницор Лебеха, Кимимену, То Цаот Хаим. О, вот это как раз про психосоматику. Из всего, больше всего, больше всего, что ты охраняешь, охраняя сердце твое, то есть свое мышление. Кимимену, То Цаот Хаим. От него идут все следствия в твоей жизни. То есть, больше всего, ты должен охранять свое мышление, свое сердце, потому что из него все последствия в твоей жизни. Что это значит? Значит, та система ценностей, та система убеждений, та система мыслей, принципов, оценок и так далее, которую человек хранит в своем сердце, из нее происходят все следствия в его жизни. То есть, то, что находится внутри человека. Вот, например, для меня, самое главное для меня Тора, например, да, если я это сохраняю и останавливаю в своем сердце, значит, мои решения, вот вчера был конкретный пример, я должен был решить мне лететь в Израиль. Вот сейчас. Или лететь на Бали. По работе, сейчас собрались на Бали, мне лететь на Бали, по работе это было как бы важнее. Но что такое Бали? Я не был на Бали, но это я не думаю, что это место Торы, да? И Израиль. По работе мне лучше было лететь на Бали, но я сравнил работа Бали-Израиль, и я понял, что Израиль это просто нахождение в земле Израиля, это уже митсва, заповедь. И если для меня Тора в моем сердце, она важнее, чем работа, тогда я выбираю Израиль. Если для меня работа и успех важнее, чем Тора, тогда я выбираю Бали. Естественно, что от системы ценностей, то, что внутри у человека, от этого зависят его выборы. Теперь от системы убеждений, я убежден или я верю, что даже в работе благословение важнее, чем сам процесс работы. Или, например, у меня там еще была вот такая вещь. То есть я верю, что для человека важнее всего благословение. На втором месте для человека это тот интеллектуальный продукт, который он создает. То есть не важно, как ты общаешься с людьми, как ты продаешь, вернее, это следствие. Важнее, что у тебя есть и кто ты, что у тебя есть, что ты знаешь, что ты умеешь. И вот это то, что сказал царь Саламон, как мне кажется, в 23-м отрывке. Больше всего сохраняя свое сердце, потому что из него все последствия жизни. Если ты свое сердце наполняешь мусором, да, мусор, вот этот вот передачи, какие-то мнения, какие-то высказывания людей, которые, ну, в принципе, они как бы, ну, люди, которые, как сказать, сейчас вот открой любой канал, любой канал, любой там Facebook, любое СМИ, любой информационный источник, и на тебя сразу же наваливается мировоззрение тех людей, которые там заняли лидирующие позиции. То есть то, что называется лидеры мнения. Сейчас вот эти вот блогеры там и так далее, то, что называется лидеры мнений, они управляют людским мышлением. Но если вы посмотрите, просто зайдите вовнутрь, к нему туда зайдите. Кроме того, что он известный, у него есть в жизни что-то хорошее. Ничего. Поэтому, говорит царь Саламон, очень сохраняй свою голову, наполняй свою голову только ценными, правильными, проверенными мыслями. Естественно, что Тора это самая ценная, самая правильная, самая проверенная система мировоззрения. И береги дальше, закройся, и береги свое сердце, потому что из него тот Саот Ахаим. Все твои следствия в жизни, все, что у тебя в жизни будет, это следствие того, как ты думаешь. Исправ свое мышление, и у тебя будет исправленная жизнь. Давайте на этом мы остановимся и подведем итог. Больше всего нужно сохранять свои глаза, потому что через глаза в человека заходит большая часть информации. Теперь глаза нужно уметь прислушаться к правильной информации, ее не просто услышать, а в нее вникнуть. Если вы нашли, нашли вот Тору, нашли какую-то мудрую мудрость, вы должны в нее вникнуть, вникнуть. И когда она войдет в ваше сердце, тогда после этого сердце нужно закрыть и охранять его. Потому что все следствия, вечная жизнь, хорошая жизнь, богатство, здоровье и так далее, все это следствие того, что у тебя есть внутри, в твоем сердце. Все, охраняйте ваши сердца, и будет все у вас великолепно. Все, напишите свои выводы. И я вам сейчас сброшу в комментариях к этому уроку, я сейчас пишу статьи «Мастер обучения». Как раз, как обучаться, как свое сердце, свое мышление программировать новыми знаниями. Я сброшу, сейчас уже три ссылочки вышло. Я сейчас пишу цикл статей «Мастер обучения» на портале 5сфер, и вы сможете эти статьи читать. И как учиться, как обучать себя, как менять себя, как приобретать новые навыки. Это все. Все можете посмотреть на моей личной страничке, я туда тоже эти статьи перепощиваю. «Мастер обучения». Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.